Я считаю, что мы должны построить общество взаимных экономических интересов, государство и общество. Суть общества взаимных экономических интересов отличается в следующем, что государство должно помочь человеку зарабатывать деньги, и тогда, когда человек почувствует, что это сделано с помощью государства, человек будет делиться своими доходами, и у государства наконец-то появятся деньги для решения социальных задач. Построить общество взаимных экономических интересов, когда государство помогает человеку зарабатывать, а человек заслуженно делится, можно в Молдове за счет нашего геополитического расположения между Европой и странами СНГ. Надо сделать так, чтобы на территории Молдовы нашли свои взаимные экономические интересы и страны Евросоюза, и страны СНГ. Это я предлагаю сделать за счет того, что в Молдове мы меняем законодательство, отказываемся от НДС, от пошлин, от акцизов. Почему? Потому что наше государство говорит иностранному инвестору, приди ко мне, создай новые рабочие места, но при этом хочет вперед 30%, поэтому к нам никто не идет. Если мы откажемся от НДС, от пошлин и акцизов, мы создадим условия, чтобы иностранные инвесторы пришли сюда и не будем у них просить деньги. Чем не иметь фабрик, лучше повременить со сбором денег, НДС и пошлин, и запустить сюда инвесторов. Второе. Чтобы мы не потеряли по бюджету, мы меняем НДС, пошлин и прочее на налог с продаж. То есть, когда уже произведен товар и прибавочная стоимость, и продан за деньги, вот тогда в виде налога с продаж, досталось бы получить свой доход. Второй вопрос. Мы обязательно должны вступить в таможенный союз России, Беларусь и Казахстан. Почему? Потому что этим инвесторам нужны гарантированные рынки сбыта. И в завершение. Только тогда, когда к власти придут партии, которые способны предложить экономическую модель зарабатывания денег для человека и бюджета, только тогда у бюджета появятся деньги для решения государственных и социальных задач. Поэтому выбирать нужно не по названию партии, даже не по программам, а по четкому пониманию, кто как пять пальцев на руке может человеку объяснить, что будет сделано в течение четырех лет и что изменит его жизнь. И если вот человек эти пять принципов, как пять пальцев, прочувствует, что они реальны, вот за тех люди должны голосовать. Поэтому предлагаю голосовать впредь не сердцем, а только умом. И выбирать политические партии тоже только из соображений того, что предлагаемые проекты не через 15 или 20 лет, а в течение четырех лет, когда есть пандаты народа, дадут результаты. Продолжение следует...